Признавайтесь, тоже залипайте на школьниц в Минтерсе и ТикТоке, и как-то грустно, что по утрам выглядишь не то чтобы как они, а как-то так. Забейте, мы все такие по утрам, ну, по крайней мере, я точно. Но в этом видосе я вам покажу, как выглядеть на учебе вот прям круто, и при этом не тратить на это кучу времени по утрам. Но если быть точнее, там много прикольных образов, макияж и просто лайфхаки, которые сделают вас чуточку лучше. Короче, меньше слов, погнали! Чтобы по утрам без косметики выглядеть уже более красиво и свежо, у меня есть один секретный способ. Все просто, нужно умываться чуть не так, как все привыкли. Сначала прохладной водой, потом горячей. Контрастное умывание, ну, то есть умывание высокой и низкой температуры, действует как хороший тренажер для кожи и сосудов. Этот способ снимает все отеки и повышает тонус кожи. И плюс игра контрастов сужает поры лица. Поэтому косметологи часто рекомендуют его уже в молодом возрасте при повышенной жирности кожи. Так что, если это сделать привычкой, заметьте, что по утрам выглядишь уже более свеженькой, чем обычно. Чтобы волосы не так быстро жирнились и их можно было мыть гораздо реже, есть один классный лайфхак. Попробуйте использовать скраб для волос. Мне кажется, он продается в любом магазине рядом с шампуньками. Во-первых, за счет того, что скраб более тщательно очищает кожу головой от излишков себума, волосы грязняются не так быстро. А во-вторых, он полностью помогает избавиться от перхоти, если вдруг кого-то мучает такая проблема. Так что попробовать точно советую. Кстати, еще одна причина, почему могут быстро жирниться волосы, это грязная расческа, которую нужно мыть как минимум раз в неделю, если вы не знали. Я для этого использую обычное мыло и старую зубную щетку, чтобы хорошо вымыть остатки кожного жира, бактерий и пыли. Вот представьте, вы расчесываете свой жирный волос, на ней это все отпечатывается, а потом этой же расческой проводите уже по чистым волосам. Так что даже этот маленький трюк поможет волосам оставаться дольше чистыми. Если у вас по утрам огромные синяки под глазами, то я вас понимаю, они со мной как в комплект уже идут серьезно. Но есть один прикольный способ, как их уменьшить. Включаем холодную воду и хорошенько охлаждаем под ней пальцы. Теперь холодными пальцами старайтесь выполнять такие движения. Это что-то типа постукивания по коже под глазами. Делаем это по направлению от носа к вискам, но потом наоборот. Таким образом кожа тонизируется, стимулируется кровопоток и сходят отеки. Минимум времени, но выглядишь уже круче. Чтобы твой парфюм не был чересчур насыщенным и все одноклассники не сошли с ума, как ты переборщила, то распаляй его не на себя, а рядом. Где-то на уровне груди делаем 2-3 нажатия и входим в это ароматное облако. Такой прием поможет распределить духи более равномерно. А теперь ловите несколько прикольных идей и образов на учебу. Начнем с того, как можно разбавить скучную белую рубашку, особенно в холодное время года. Просто надеваем сверху свитшот. Он может быть любого цвета, с любым принтом или надписью, это уже как ему нравится. Если школьная форма позволяет, то советую выбрать что-то более в американском стиле. Это правда выглядит прикольно, как будто школьница из Пинтереста. Но если строгая форма, надевайте свитшот в каком-то базовом цвете без никаких надписей. Следующая идея, как разбавить белую рубашку, надеть сверху черное платье. Я так тоже ходила на учебу и чувствовала себя очень круто. Этот трюк подходит не только под рубашку, но и под белую однотонную футболку. По сути, все правила формы соблюдены, но выглядят необычно и очень стильно. Этот образ, мне кажется, для учебы подходит больше всего. Фишка в том, чтобы отдельно подобрать такого фасона юбку, моя, например, из Бершки. Но при этом она выглядит как школьная, согласитесь. И точно так же здесь можно использовать однотонную белую футболку. А чтобы украсить образ, я поверх футболки надела цепочку. Он так становится более нарядный, его хочется рассматривать. И последний образ тоже с этой клетчатой юбкой, только тут я уже поверх рубашки надела черно-вязанный свитер. И на этом моменте мне прям захотелось в школу. Хоть у меня и была строгая форма, но так точно было бы в самый раз. Многие недооценивают, как неухоженные волосы портят внешний вид в целом, поэтому запоминайте лайфхак. Берем простую бутылочку с полилизатором и добавляем немного воды. Затем берем кокосовое масло и тоже добавляем буквально пару капель. Теперь закручиваем и перемешиваем. Получился спрей, который творит с волосами просто что-то невероятное, буквально за пару пшиков. Волосы становятся не такими пушистыми, мягенькими и послушными. И теперь, чтобы не приходилось мучиться каждое утро с укладками, делаем пару пшиков и готово. Чтобы быстрее собираться по утрам, отберите из всего косметику, которой пользуетесь каждый день и переложите в отдельную косметичку. Так все будет под рукой и не нужно будет что-то долго искать. А теперь покажу самый прикольный и незаметный макияж для учебы. Для начала нужно уложнить кожу, чтобы на нее тон лег ровно и без никаких шелушений. Я это делаю в теплое время более легенькой сывороткой для лица, а когда прохладно, более жирненьким кремом. Дальше консилер. Я всегда замазываю свои синенькие под глазами и делаю это влажным спонжиком, даже заходя на верхние века. Просто потому, что так глаз выглядит более открытым и отдохнувшим. Потом в ход идет тон. Я уже несколько лет использую именно BB крем, потому что он более легенький, чем тоналка и кожа спокойно может под ним дышать. Наношу его тоже влажным спонжем, чтобы покрытие было незаметным. Фиксатор для бровей. Обожаю их выкладывать вверх, чтобы взгляд был более открытым и брови выглядели ухоженными. Потом берем немного коричневых теней и наносим их кисточкой по линии роста ресниц. Это сделает визуально ресницы в несколько раз гуще, а глаза заметно больше. Румяшки! Я их просто обожаю. Они сразу делают лицо более свежим и здоровым, даже если я спала пару часов. Ну и под конец наносим бальзам для губ. Увлажненные губы это всегда красиво, в отличие от пересовших, согласитесь. Ну и вот такой макияж получился. Честно говоря, вообще незаметно, что я накрашена, но лицо все равно выглядит несколько раз свежее и лучше. И на этом все, так что не забывай про свой палец вверх и подписывайся на мой канал. А еще я вас уже жду в своем инстаграме. Я здесь читаю все-все ваши сообщения, лайкаю ваши профили и просто выставляю прикольные фотки. Так что добро пожаловать в нашу семью. А мы с вами увидимся уже совсем-совсем скоро. Пока!